В Чебаркульском районе сегодня на скорость собирают доильные аппараты и шаг за шагом демонстрируют процесс сбора молока. Участники областного конкурса в основном женщины, но есть и трое представителей мужского пола. Репортаж Игоря Галактионова. Андрей Макраусов на конкурсе доиров самый молодой участник, ему всего 19. Зато представитель династии, дояркой была его мама. Свою первую корову Андрей подоил в 6 лет, вручную. Теперь после службы в армии работает оператором машинного доения. Доильный аппарат сравнивает с автоматом. Автомат-то разбирал, собирал. Да такой же, как и аппарат. Аппарат так же разбираешь, собираешь, как автомат. Только там время ограничено, а тут побольше немного времени. Если корова за одну минуту бывает по 7 литров за раз дует, то где-то за 3 минуты, но она 21 корова за раз хитро может дать. В Чебаркульском районе проходит 24-й конкурс операторов машинного доения. Участвуют в нем 34 мастера, лучшие доярки и доеры области. Мужчин на конкурсе всего трое. Каждый должен подоить по 2 коровы и не сбиться с четкой схемы. Чистка, массаж, дойка. Иначе корова даст не все молоко. Побеждает в конкурсе не тот, кто надует больше молока или быстрее, а тот, кто сделает это правильнее. Дело в том, что после того, как корови отмассируют вымя, в ее организме выделяется гормон окситоцин. И если за это время не наладить оборудование, животное даст гораздо меньше молока. С загадочным термином окситоцин знакомы все участники. На конкурсе им предстоит сдать еще и теорию. И на скорость собрать и разобрать доильный аппарат. Вне конкурса выступает 13-летняя доярка. Теперь в районах проводят даже юниорские чемпионаты. В советское время более 3,5 тысяч литров, когда надаивали, давали герои соцтруда. На сегодняшний день в нашей Челябинской области более 40 предприятий надавило больше 4 тысяч литров. А 8 предприятий надавило больше 6 тысяч литров. И есть даже предприятия, которые 8 тысяч литров надавило. Призеры областного конкурса получат денежные премии. А абсолютный победитель в сентябре отправится на всероссийские соревнования. Кстати, прошлые состязания выявили, что лучший дояр страны работает именно в Чебаркульском районе.